Всем привет, друзья! Сегодня полезные советы, которые отлично выручают. Ну и также расскажу, как можно выиграть вот такую мини-цепную пилу. Поехали! Продолжая строить дом и отделывать стены в ванной комнате плитами ЦСП, я столкнулся с проблемой. Это разметка отверстий и высверливание их под коммуникации. Поначалу высчитывал каждый размер, это верх и низ. Потом не забыть взять запас на зазор, и первые отверстия были неточны. Но тут пришла идея, а почему бы не использовать лазерный уровень для разметки отверстий? Выставляем лазерный уровень точно по центру. Затем заносим тяжеленный лист ЦСП. Снизу обязательно оставляем зазорчик для линейного расширения. Закрепляем лист на пару саморезов. Включаем лазер и сверлим отверстия в перекрестии. Таким же способом я размечал и по несколько отверстий. Просто замерял центральное расстояние, чтобы второе отверстие быстро и просто отметить. Так как лазерная разметка показывает нам горизонт. Способ реально рабочий и меня очень выручил. Запоминайте, ну и черканите в комментах, а как вы размечаете отверстия. И как вы сверливаете. Делая различные самоделки, да и просто работая в мастерской с металлом, очень удобно применять магнитные уголки для сварки углов. Но со временем на эти магнитные углы налипает очень много мелкой металлической крошки. Она мешает ровному прижиму, да и просто бесит. Можно, конечно, быстро пробежаться пальцем и немного очистить уголок. Но есть способ намного быстрее и эффективней. В этом вам поможет обычная щетка для обуви. По сути, самая дешевая. И резкими движениями убираем всю металлическую стружку буквально за секунды. Я постоянно пользуюсь таким способом и вам тоже смело рекомендую. Это очень эффективно. Занимаясь строительством дома, я все коммуникации впиливал в межэтажное перекрытие. И для ускорения процесса в этом мне помогала мини-цепная пила Bosch. Такую пилу вы можете получить абсолютно бесплатно. Просто переходите на канал Все Инструменты и смотрите пятую серию реалити-шоу Дикий Диайвай. Именно в этой серии разыгрывается такая пила. А условия просто смешные. И также рекомендую подписаться на канал и ждать шестую серию. Ведь именно там Husqvarna для зрителей канала Все Инструменты приготовила ну очень сочные призы. Все ссылки будут в описании. Обязательно загляните. Утепляя свой дом, я перелопатил десятки кубометров утеплителя. И чтобы с ним легче было работать, я сделал интересный нож. Взял старую ржавую ножовку. Она уже чуть было не отправилась на металлолом. Но попробуем вдохнуть вторую жизнь. Для этого делаю примерную разметку полумесяца и отрезаю болгаркой. Ставлю шлифовальный диск, убираю всю ржавчину из заусенцы. А уже на станке затачиваю режущую кромку. И скажу честно, работая с утеплителем, а именно резать его, стало намного удобней. Да, конечно, кто-то скажет, купи специальный нож. Но, ребят, зачем покупать, когда можно сделать самому и результат получается тоже довольно хороший. И к тому же практически бесплатный. Субтитры сделал DimaTorzok Я почти закончил утепление дома. И следующий у нас этап – это заливка полусухой стяжки на первом этаже. Измерив самые высокие и низкие точки, по высоте у меня вышла толщина стяжки в 9 сантимов. Именно для моего дома это проходимо, но и 7 сантиметров хватит за глаза. Поэтому 2 сантима я решил еще дополнительно утеплить. Утеплять буду пеноплексом, но с толщиной 2 сантиметра пеноплекс не имеет паза. Поэтому я решил сделать его своими руками. Для этого взял кусочек доски и отрезал 2 заготовки по 15 сантиметров. Кладем 2 заготовки друг на друга. И нам нужно задать направление паза, размер которого будет 10 на 10 миллиметров. Измерив расстояние, закручиваю на пару саморезов. Но чтобы выровнять по высоте расстояние, я взял еще кусочек фанеры в 10 миллиметров и отрезал полоску. Да, конечно, можно было приклеить на столярный клей, прижать струбцинами, подождать до завтра. Но мне самоделка нужна уже здесь и сейчас. Поэтому промазываю монтажной пеной и закрепляю на пару финишных гвоздей. Ну и осталось добавить пару лезвий от канцелярского ножа. Выступать лезвия будут от края на 10 миллиметров. Таким образом получается вырезать ровный квадрат 10 на 10. Ну и вот он результат. За 5 секунд мы получаем ровный шип паз на пеноплексе в 20 миллиметров. Работать такой приспособой оказалось очень удобно и быстро. Берите на вооружение, ведь пазы можно делать абсолютно любые. Достаточно просто задать нужное расстояние от угла и выноса лезвий. И получите любой паз для любой толщины пеноплекса. Напишите в комментах, какой совет вам больше всего понравился. И какие хитрости вы знаете. Еще по выполнению похожих задач. Поставьте лайк, если видео было полезно. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные выпуски. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok